Всем привет! Сегодня мы находимся в котельной у одного из наших заказчиков. И в этом видео мы с вами поговорим про полезную утилизацию тепла от майнингового оборудования. Мы с вами подробно разберем все нюансы интеграции установки в систему теплоснабжения. Также расскажем, как все это работает, как все это выглядит. И самое главное, мы разберем, как вся система функционирует в летний период. Вначале пару слов хочу сказать о самой установке. Она рассчитана на 24 асика, суммарной мощностью по тепловыделению до 30 кВт. На данный момент у нас работает только одна ячейка. В ней находятся асики S9, разогнанные до 20 тарахешей. Это порядка 2 кВт тепловыделения на каждое устройство. В процессе ячейки будут догружаться заказчикам, но менее мощными устройствами для добычи, по-моему, лайткоина. Также хочу отметить, что установка идет в комплектации с сухой градирной. Для того, чтобы иметь возможность отапливать дом и получить из крана горячую воду, необходимо всего лишь интегрировать нашу установку в систему теплоснабжения своего дома. Вариантов самой интеграции может быть много, и они могут отличаться друг от друга. Все зависит от системы теплоснабжения и тех задач, которые она решает. Но в общем случае все сводится к тому, чтобы правильно увязать внешний контур охлаждения установки и уже существующую, либо проектируемую систему теплоснабжения. Как я и говорил ранее, у нас на данный момент работает одна ячейка, в которую погружены 6 АСИКов С9 общей тепловой мощностью порядка 12 кВт. Этой мощности уже достаточно для отопления и нужд горячего водоснабжения дома общей площадью в 120 квадратных метров. Для того, чтобы пояснение было более понятным, мы разделим его на две части. Первая часть это система охлаждения стойки, условно его можно назвать контуром градирни. Вторая часть это непосредственно сама система теплоснабжения, которая присутствует у нас в том или ином виде в любом доме. Условно разделение можно провести вот по этим кранам, перекрыв которые мы отделяем систему теплоснабжения дома от контура охлаждения стойки, контура градирни. Когда мы эти краны перекрываем, мы можем открыть кран на байпасе и перевести стойку в режим функционирования, при котором все тепло от майнингового оборудования будет срабатываться в окружающую среду посредством градирни. К слову, хочу сказать очень важный момент, что монтаж и обвязка всего контура и градирни, а также подключение этого контура к системе теплоснабжения дома производилось монтажниками, сантехниками заказчика, которые делают для него всю систему отопления дома. Конечно, моменты есть по самой обвязке. Вот здесь, например, они взяли очень маленькое межцентровое между трубами, и вот эти два крана мешают друг другу при закрывании, но уже здесь они, видимо, доработали бабочку с помощью напильника, поэтому все функционирует. Контур самой градирни у нас уходит дальше в соседнее помещение подсобное, в которое мы перейдем и посмотрим, как все там устроено. Сам контур градирни у нас разделен промежуточным теплообменником, который мы сейчас увидим. Вот непосредственно сам теплообменник. По одной стороне у нас циркулирует вода, это система теплоснабжения дома и сама стойка. По второй стороне у нас, так как градирни расположены на улице и у нас имеются отрицательные температуры, то в этом контуре уже циркулирует водный раствор этиленгликоля в соответствующей концентрации, в зависимости от минимальной температуры на улице. Также, естественно, присутствует циркуляционный насос и группа безопасности для закрытого контура. Это расширительный бак, манометр, предохранительный клапан и кран для заполнения. Ну и, естественно, сама градирня, которую мы сейчас посмотрим, с помощью которой мы сбрасываем излишки тепла в окружающую среду. Она у нас расположена снаружи здания. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот сама градирня. Сейчас она работает с помощью вентилятора. Все избыточное тепло срабатывается в окружающую среду. Как и говорил, еще раз отмечу этот момент, что контур градирни, даже сама градирня и интеграция этого контура в систему теплоснабжения дома делались обычными монтажниками, сантехниками, которые делали систему отопления дома для заказчика. То есть в этом нет ничего сложного. Все довольно-таки просто, если знать, как и что делать. Ну и еще один момент, касаемо контура градирни, про который хочется сказать. Это то, что функционирование самого контура и самой стойки происходит в таком автономном и автоматическом режиме. А схема реализации работает настолько проста, что все управление происходит с помощью частотного преобразователя, который управляет насосом контура градирни и вентилятором с помощью датчика температуры. К слову, частотник отечественного производства довольно-таки хорошего качества и обладает достаточным функционалом для того, чтобы реализовать всю эту систему охлаждения и управления непосредственно самой стойкой. Итак, сейчас перейдем ко второй части. Это наша система теплоснабжения. Она представлена у нас газовым котлом. Котел довольно-таки крутой. Компания FISMAN с погодозависимой автоматикой. В общем, оборудование серьезное. Так, сам котел, гидравлический разделитель, коллектор, насосные группы и бойлер косвенного нагрева. Каждая насосная группа у нас отвечает за определенный контур отопления. Это теплые полы, конвектора, радиаторы. Нижняя насосная группа отвечает за горячее водоснабжение. Это загрузка бойлера. По трубам, идущим от группы, мы видим, что они соединены со спиралью бойлера. Насосная группа на радиаторы отвечает за отопление хозпостройки. Она работает отдельно от котловой автоматики с помощью сторонней автоматики. Она размещена у нас на стенке и даже уже здесь на ней мы можем видеть температуру в контуре отопления. Это 58 градусов. Вся система теплоснабжения у нас управляется котловой автоматикой, которая является самоностаточной и регулирует систему теплоснабжения. Отопление по датчику наружной температуры, то есть автоматика погодозависимая, как я и говорил, горячее водоснабжение управляется по запросу датчика температуры бойлера. Котел и стойка работают у нас в параллельном режиме, то есть они могут дополнять друг друга либо работать отдельно друг от друга. Это можно видеть по месту врезки стойки в систему теплоснабжения. То есть мы врезаемся между котлом и гидравлическим разделителем. Такое подключение позволяет нам осуществлять неконфликтную работу котла и самой стойки. Это также достигается и с помощью модуля расширения для автоматики котла. С помощью этого модуля если тепловой энергии от стойки достаточно для нас теплоснабжения дома, котел подавляется, то есть он не включается и не работает. Если же тепловой энергии недостаточно, то котел включается в параллельную работу и догревает воду до нужной нам температуры. При этом стойка у нас продолжает функционировать. Ну и сейчас на дисплее автоматики, да и даже на насосных группах мы сможем посмотреть, как все это функционирует, какие параметры в системе теплоснабжения. Ну и вы убедитесь, что все это реально, все это работает. Итак, дисплей котловой автоматики. Мы заходим в меню и смотрим параметры системы. Общие параметры у нас. Здесь температура по наружному датчику, температура котла и вот общая температура подачи мы увидим 56 градусов. На пару градусов стало ниже. Видимо, где-то идет разбор тепла. Горелка у нас выключена, можете обратить внимание. Так, возвращаемся в контур конвекторов, но они должны быть выключены. Да, стоит только ГВС. Единственное, заказчик, по-моему, сейчас проверим, говорил, что включали контур теплых полов, потому что ночью становится уже прохладно. Да, режим отопления ГВС. Но на данный момент насос контура выключен, смеситель закрыт. Значит, они сейчас не работают. Переходим к параметрам по горячей воде. Смотрим температура горячей воды 32 градуса. Довольно-таки низкая. Насос вот уже 33. Насос загрузки бойлера у нас включен. Соответственно, был разбор горячей воды из бойлера. Температура воды упала. Датчик это фиксирует. Включает насос загрузки бойлера. Это мы даже сейчас можем проверить на насосной группе. Да, вот насос включен. Все горит. Здесь даже можно посмотреть температуры. Вот обратка из бойлера у нас на аналоговом датчике порядка 40 градусов. Подача. Подача, подача у нас порядка 50 минут. Датчик показывает намного ниже, чем фиксирует котловая автоматика по своему датчику. Датчик находится в гидрострелке. У котловой автоматики, понятное дело, показания более точные. Ну и насос теплых полов, он выключен. Смеситель закрыт. То, как я и говорил, по информации в котловой автоматике. Ну, видим, что температура начинает расти. Сейчас посмотрим заданную температуру. ГВС 48 градусов стоит. Ну, вот заказчик установил на 48 градусах. Видимо, этой температуры им достаточно. Ну, стоит отметить, что, конечно же, бойлер очень большого объема. Порядка 400 литров. Ну, для дома 120 квадратов. И небольшой семье это довольно-таки большой объем. Поэтому можно выставить температуру и пониже на горячую воду. Ну что ж, вот вы на реальном оборудовании и функционирующей системе теплоснабжения смогли увидеть, как происходит полезная утилизация тепла от майнингового оборудования. И теперь мы перейдем к экономике. Зная теплопотери дома, либо данные по расходу топлива, в данном случае это газ, зная потребности в горячей воде и параметры котла и топлива, мы с помощью расчетов можем определить экономию от полезной утилизации тепла. На нужды теплоснабжения в год на данный дом напомню, что дом площадью порядка 120 квадратных метров расходуется 44 527 киловатт-часов энергии или 6562 метра кубических природного газа, что в денежном эквиваленте при текущих тарифах в 5,8 цента за кубометр в отопительный период и 20 центов в летний период составляет порядка 570 долларов. Эти 570 долларов и являются той экономией, которая достигнута за счет полезной утилизации тепла с помощью иммерсионного майнинга. Если бы в качестве источника тепла использовался бы электрический кольцов, то с учетом текущих тарифов в 3,7 цента за киловатт-час экономия уже бы получилась бы порядка 1648 долларов. Ну и соответственно чем выше тариф тем выше была бы и экономия. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok